Здравствуйте! С вами Анна Балиет и программа «Открытый урок». В этом выпуске поговорим о новостях образования, интересных людях и творчестве, а также дадим ответы на различные вопросы. Как всегда в начале выпуска о ярких событиях. В Щелковской детской музыкальной школе состоялся выпускной вечер. В Щелковском районе широко отметили праздник детства. Не менее ярко прошли праздничные линейки в общеобразовательных учреждениях. Прозвенел последний звонок. По доброй традиции в конце мая в Щелковском районе отмечается День детства. На этот раз праздник открывает благотворительная ярмарка муниципальных образовательных учреждений «Подари жизнь». Ярмарка развернулась в сквере имени Пушкина. От кондитерских изделий до предметов прикладного творчества. Все товары ручной работы выполнены с любовью педагогами, учащимися и их родителями. Нероднодушными людьми, готовыми помочь тому, кому в трудную минуту так необходима поддержка. Все вырученные средства будут направлены в помощь маленькому жителю нашего района, на страдающему ДЦП Феде Кузнецову, на оперативное лечение и реабилитацию ребенка. Уже несколько лет, и вот замечательная традиция, когда в этот день начинается праздник с благотворительной ярмарки. И сегодня мы для Федора Кузнецова собираем средства, и очень хочется, чтобы он реабилитировался в этой жизни, смог достичь тех успехов, которые ему доступны. Поэтому, вы знаете, когда всем миром, ведь на Руси это было принято навсегда, когда всем миром помогают. Волшебная страна детства, вновь юные воспитанники дошкольных учреждений района дарят свое творчество. На сцене районного дворца культуры второй год проходит фестиваль «Щелковские звездочки». Сегодняшний фестиваль отправляет всех присутствующих в настоящее кругосветное путешествие. Юные артисты приготовили различные творческие номера, которые не могут оставить равнодушным. Танцы народов мира, вокальные номера, музыкально-литературные композиции. От Азии до Южной Америки, от Африки до Алиутских островов. Широка география фестиваля. Сегодня в зале нет свободных мест. Поддержать артистов пришли руководители, воспитатели и, конечно, родители. Они волнуются не меньше участников фестиваля. Но самое главное – то, что всех объединяет праздничное настроение. Уже стала хорошей традицией, что и дошкольное образование очень активно принимает участие. Вот 54 садика сегодня участвовали в ярмарке. В концерте, который сейчас посвящен дружбе народов, это 27 детских садов. Мы сделали потрясающие костюмы, подготовили программы о всех странах мира практически. Мы были уже и в Китае, и в Израиле, и в Японии, и в Индии, и в Белоруссии, и в Украине. Тебе нравится сегодняшний праздник? Да. Расскажи, что тебе больше всего нравится? Мне нравятся песни, танцы. Ну, я разбираюсь в танцах и песнях. Мне нравятся танцы и разные песни, и стихи, и все платья красивые. Мне нравится, как я буду выступать. А еще мне нравятся танцы других. Для меня детство – это как играть, бегать, ну, плескаться там, играть на детских площадках. А самое главное – это быть маленькой. Далее праздничный марафон продолжила поистине масштабная и торжественная церемония вступления школьников в ряды юноармии. В экспозиции военной техники в центре города ребята произнесли слова юноармейской клятвы. Всегда быть защитником слабым, преодолевать все преграды, в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Клянусь! Сегодня замечательный день. Вы вступаете в ряды юноармейцев. Представляете, какое движение идет по всей стране? Движение юноармии. И туда вступают самые смелые, самые дерзкие, самые сильные. Сегодня мы с вами стоим на площадке экспозиции военной техники в центре города Щелково. Это еще раз доказывает то, что наша страна мощная, непобедимая и единая. Успех любого дела, пусть это будет боевая операция или там космический полет, космическая экспедиция, этот успех всегда зависит только от дисциплины. Есть дисциплина, все будет хорошо. Я надеюсь, что вступив в ряды юноармейцев, вы сполна получите этот урок дисциплины. И дальше, в дальнейшем, по жизни вы всего добьетесь, чего вы хотите. На протяжении нескольких лет реализуется районный проект «Цены Отечества», где работают школьники Щелковского района, образовывая отряды младших и старших орлят, а также юноармейцев. Ребята активно присоединяются к Всероссийскому общественному движению «Юноармия». Год назад его ряды пополнили 1400 мальчишек и девчонок. На сегодняшний день в составе уже порядка 2000 школьников. И вот наступил самый яркий и торжественный момент. 180 школьников получили значки «Юноармейца» и присоединились к Всероссийскому военно-патриотическому детско-юношескому общественному движению «Юноармия». Получить значок «Юноармейца» почетно и ответственно. Ребята это понимают, как и то, что патриотизм – не просто слово. Вступить в ряды «Юноармии» для них – это на собственном примере показать любовь к родине. Впереди у школьников немало задач – участие в различных патриотических акциях, крупных спортивных и культурных мероприятиях. В Щелковском районе почти 2000 детей «Юноармии» – одна из самых больших команд в основном области. Это очень важное мероприятие, потому что военно-патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. И очень приятно видеть, что детям это интересно, дети в этом направлении развиваются, учатся. Мы надеемся, что мы продолжим работу, и число наших «Юноармейцев» будет с каждым годом возрастать и увеличиваться. Я чувствую гордость. Для меня это важный шаг в моей жизни, когда я действительно обучаюсь дисциплине. И самое главное – я смогу проводить больше времени со своими друзьями. Быть верным в своей стране, преданно служить ей и не предавать ее никогда. День детства в Щелковском районе отметили широко. Ну а завершающим праздничного марафона стало подведение итогов муниципальной программы «Радуга успеха», а также праздник интеллектуала 21 века. На сцене Щелковского театра наградили победителей призеров областных олимпиад школьников, как старшеклассников, так и самых юных учащихся – учеников четвертых классов. Было очень много запоминающихся моментов, потому что мы тщательно подготовили все номера, которые мы показывали. И большое спасибо учителям, которые нас подготовили по теоретической части. Только пытаюсь быть активным гражданином. Мне интересно знать, как состоит система нашего государственного устройства. И поэтому мне было интересно как раз изучить законодательство. Наградили победителей гагаринского пробега на дистанции «Космическая верста». Владислав Рыбин, ученик 14-го лицея имени Гагарина, вот уже третий год подряд становится первым на дистанции. На самом деле об эмоциях нет времени размышлять. У тебя есть определенная цель – работа. В принципе, спорт – это и есть своя работа. Когда ты достигаешь определенного уровня, нет времени на эмоции. Есть только время на дистанцию, которая есть, и на настрой. Отметили грамотами коллектива образовательных учреждений района, активных участников районной программы «Радуга успеха», которая включает в себя множество проектов, где школьники могут проявить свои таланты в различных направлениях. В протяжении пяти лет мы являемся постоянными победителями районной программы «Радуга успеха». Это так ответственно, и каждый год ожидаешь, что ну все, наверное, не выдержим, наверное, обойдут. Но наши дети молодцы. И управленческая команда наша по воспитательной работе – тоже выдающиеся, я считаю, люди, которые постоянно борются и идут только вперед. «Радуга успеха» Праздничные линейки проходят по всему Щелковскому району. В 34 общеобразовательных учреждениях звенит последний звонок. Более трех тысяч выпускников, из которых 882 11-классники со школьной скамьи отправляются во взрослую жизнь. Вот так, надев праздничные выпускные ленты, ученики двух девятых и одиннадцатого классов Щелковская средняя школа номер один – 55 мальчишек и девчонок – выстраиваются на праздничной линейке. Сегодня с ними самые близкие и родные. Родители и, конечно, учителя, которые вложили в каждого из ребят знания и опыт. Поздравляют виновников торжества почетные гости. Глава района Алексей Валов называет Щелковскую среднюю школу номер один своей подшефной и уже по традиции приезжает в этот день на линейку. Я уверен в том, что здесь сформировался тот педагогический коллектив, который, конечно же, дал вам все необходимые стержневые начала – духовность, добро, любовь, ну и, конечно же, знания. А ведь, кажется, только вчера они впервые сели за парты, открыли тетради и книжки. Но школьные годы промчались как будто вмиг. Не зря школу называют вторым домом. Здесь ребята изучали не только предметы. Они развивались творчески и раскрывали из года в год новые грани своих талантов. Сейчас что-то новое ждет впереди. Неизвестное такое. Очень сильное волнение, грусть и просто, так скажем, мурашки по коже из-за того, что проучился здесь с 1 по 11 класс и выпускаешься. Для ребят этот праздник и радостный, и в то же время немного грустный, ведь больше не будет уроков, контрольных записей в дневниках и перемен. А впереди немало задач. Совсем скоро – экзамены, поступление в вузы, освоение профессии. Для кого-то из ребят этот звонок означает лишь конец учебного года, а для кого-то – начало нового жизненного пути. Смело смотрят будущее ученики Щелковской школы номер 3. В этом году из нее выпускается более 30 ребят. Большинство из них уже определились выбором будущей профессии и высшего учебного заведения. Я планирую поступать на инженера, и поэтому сдаю математику, физику, ну и русский. Чувства разные. Одновременно и радость, и грусть. Грусть, потому что все, этот этап жизни закончился. Больше так не буду сидеть с одноклассниками за партой учиться. А радостный, потому что это начало новой жизни. Я хочу поступить в высшую школу экономики на специальность психолога. Мне нравится общаться с людьми, нравится помогать людям. Удачи на жизненном пути выпускникам пожелала председатель районного совета депутатов Надежда Суровцева. В эти годы вы изучали предметы. Вы учились дружить, вы учились любить, вы учились уважать, вы учились работать, вы учились достигать, вы учились брать те препятствия и вершины, которые ставила перед вами жизнь. Выпускники от всей души поблагодарили преподавателей за их труд, подаренные знания, поддержку и заботу. Под звонок последний школьный мы хотим вам пожелать долголетия, здоровья, сил, чтобы всюду успевать. Первый учитель, он как первая любовь. Он навсегда в душе и сердце остается. Мы будем вспоминать вас вновь и вновь. Хоть в первый класс, конечно, не вернемся. Буквально вернуться в прошлое, конечно же, невозможно, но сохранить светлые, дорогие воспоминания о школьных годах сможет каждый. Поколением музыкантов, сотням мальчишек и девчонок дала путевку в жизнь Щелковская детская музыкальная школа. Сегодня учреждение вновь выпускает своих учащихся. Вот они, 30 выпускников Чкаловского отделения. Кажется, совсем недавно ребята впервые переступили порог музыкальной школы. Знакомство с учителем, нотами, музыкальными терминами, как будто это было только вчера. Эти чудесные годы пролетели незаметно, а сегодня уже выпускной. Позади осталось волнение перед экзаменами. Сегодняшний праздник они так ждали, потому и зал наполнен теплой и радостной атмосферой. Но все же им немного грустно. Некоторые из ребят здесь обучались в течение пяти лет. Кто-то же по семилетней программе. Но каждый не забудет это время никогда. В памяти, конечно, все останется и будет грустно иногда, потому что обычно ты ходишь на уроки музыкальной школы, а теперь все. За 7 лет учебы в музыкальной школе я узнаю много нового. И я хочу проявить свою благодарность учителям, которые с нами все время занимались, моим родным и близким. По учителю своему Ирине Сергеевне она много сделала для меня, и я буду очень скучать. Торжественный момент вручения аттестатов об окончании музыкальной школы. 12 ребят окончили ее на отлично. По традиции, каждый из ребят расписывается в школьной книге. Она хранит память о каждом ученике. Не было ни одного поколения музыкантов, кто бы не оставил здесь свой автограф. Испытывая волнение и в то же время чувство гордости, они поднимаются на сцену под аплодисменты. В зале же сегодня самые родные и близкие. Родители, которые всегда поддерживают музыкантов во всех их начинаниях. И, конечно, те, кто все эти годы вкладывал частичку души в молодые таланты, передавая им свой опыт. Учителя. За плечами многих из педагогов десятилетия работы в учреждении. Здесь сохраняются традиции преемственности. Многие преподаватели и сами когда-то были выпускниками Щелковской музыкальной школы. Больше половины коллектива педагогического выпускники нашей школы, и я в том числе. В большинстве своем ребята, те, которые серьезно занимались музыкой, закончили училища, консерватории, институты, возвращаются в свое альмаматор и продолжают учить детей нашего района. Кто-то будет учиться дальше музыке, кто-то просто не будет ее забывать, ну а кто-то будет своими делами другими заниматься. Я надеюсь, что за то время, которое ребята проучились, многому научились. Не только музыки, но и жизни, ответственности. Ну, будем говорить, и характер совсем по-другому. Некоторые приходят, координация очень сложная, физически или еще что-нибудь, но они начинают работать, и все эти остатки исчезают. Проявляются самые хорошие. И вот это самое приятное. Замечательная у нас школа, замечательные у нас педагоги и преподаватели. Такая большая семья в таком маленьком пространстве. Все очень уютно, все очень по-домашнему, миролюбиво, тесно. Каждый друг за друга болеет, каждый друг друга выручает. Огромная благодарность всем педагогам нашим, директору Алексею Алексеевичу нашей школы. Скрипачи и пианисты, барабанщики, флейтисты и многие другие. Обучаясь в школе из года в год, ребята открывали новые горизонты мира музыки, становились призерами и победителями конкурсов от районного до международного уровня, участвовали в различных концертах. От классики до рок-н-ролла, по традиции, выпускники дарят свои музыкальные номера всем присутствующим в зрительном зале. В рубрике «Личность в образовании» Сегодня мы расскажем о талантливой девочке Софи Малых. Талантов у Сони Малых, ученицы Щелковского лицея номер 14 имени Гагарина, множество, а побед в различных районах и областных конкурсах, олипиадах не перечесть. Лицей Соня пришла в 7 классе, сегодня уже оканчивает 11, готовится к новому жизненному этапу – сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. Наша героиня собирается связать жизнь с дипломатией, поступив на факультет международных отношений. Стоит отметить, Софья идет на аттестат особого образца – в копилке достижений победы на районных и областных олимпиадах по английскому и русскому языкам, истории, общества знаний, биологии, географии, а также призовые места форума Академии школьных дебатов в русской англоязычной лигах. Она сильный ребенок, я жду от нее хороших результатов, хороших баллов ЕГЭ, я думаю, что она сдаст русский язык неплохо, может даже на 100 баллов сдать. Я жду, что она дальше будет учиться и будет поступить в престижный ВУЗ. Она влилась сразу в этот коллектив, и классный, и школьный. Можно сказать, что это человек такой очень позитивный, человек, который хочет принимать участие во всем, не для галочки, это ей интересно. Мы начали работать в 10 классе, я пришла к ним в класс. Соня всегда была внимательной, старательной ученицей, она выполняла любое задание, она всегда была активна на уроках, она старалась, она учила язык. На данный момент я могу сказать, что Соня свободный уровень владения иностранным языком. Кроме того, Соня состоит в школьном совете старшеклассников, активно участвовала в жизни школы на протяжении всех этих пяти лет обучения, которые были наполнены множеством мероприятий, спортивных, патриотических, творческих. О талантах выпускницы можно говорить много, но все же именно ее целеустремленность и человеческие качества, умение поддержать, быть настоящим другом, желание сделать этот мир лучше и добрее, самое главное. Когда они оставят никого без поддержки. Каждый человек может рассчитывать на то, что в любой ситуации Соня окажется рядом. Мы с ней состоим в совете старшеклассников, и работа идет очень слаженно. Когда я пришла в эту школу, я знала, что уже существует что-то наподобие школьного самоуправления. То есть существует президент школы, но я не совсем понимала, какие у него существуют полномочия и что входит в его деятельность. И мы с Катей решили и подумали, что лучше всего, если будут определенные сектора, которые занимаются, к примеру, экологией, патриотическими мероприятиями, учебными мероприятиями. И в каждом из классов у нас существуют ребята, ответственные за определенный сектор. Мы участвовали в российском движении школьников, там было несколько этапов, мы прошли в финальный, заняли там второе место. Благодаря тому, что у нас есть школьное самоуправление, мы можем доносить до наших учителей то, что хотят ученики, и наоборот. Она всегда участвовала в каких-то различных мероприятиях, да, то есть начиная с детского сада. А в детский сад мы когда пошли, через какое-то время нас перевели в группу на два года старше. У всех разное развитие, да, но она всегда была взрослыми по годам. Для того, чтобы чего-то задобиться, нужно всегда выходить из зоны комфорта. То есть только выйдя из зоны комфорта, ты узнаешь, что существует за вот этой вот маленькой зоной, которую ты себе определил, и методом проб и ошибок способен найти именно то увлечение, которое тебе по душе. Моя мама — это человек, который, несмотря на все жизненные трудности, которые происходят, она все равно не опускает голову и продолжает двигаться дальше. Она меня научила понимать то, что «а кто, если не ты?». Есть такая хорошая пословица. Есть люди, которые пишут книги, а есть люди, которые читают эти книги. Так вот я хочу быть человеком, который пишет книги. «Академия» И, как всегда, в конце выпуска наша рубрика «Вопрос-ответ». Дорогие старшеклассники, а вы определились с выбором будущей профессии? Я планирую идти на факультет международных отношений, потому что моей целью является обеспечить хорошее будущее нашей страны, как бы это глобально ни звучало. Возможно, если это будет не чисто политика, я имею в виду моя будущая сфера, то я бы хотела уйти в гуманитарное сотрудничество и заниматься вопросами экологии, вопросами помощи стран третьему миру, то есть что-нибудь вот такое. Я с седьмого класса уже знал, что буду сдавать физику и поступать в технический вуз. Я хочу поступать в вузы, где есть какие-то факультеты, связанные с энергией, например, Московский энергетический университет или университет имени Губкина нефть и газа. Это очень сложный вопрос для меня. Я очень разносторонний человек и не могу себя конкретно направить в какое-то русло. Но я точно знаю для себя то, что я хочу работать с обществом, я хочу работать с людьми. Очень много людей, которые психически неуравновешены, больны, очень много детей, которые закомплексованы в себе и на фоне этого происходят уже проблемы в общем в государстве. Поэтому мне хочется помогать таким людям, делать их лучше, внушать, что все будет хорошо. Я хотела бы посвятить себя международным отношениям и вообще иностранным языкам и межкультурной коммуникации. С этой профессией, с этим направлением можно работать в различных сферах. От туризма до журналистики и так далее. Ребята, а как вы решили провести это лето? Я очень хочу поехать в лагерь, и я это даже сделаю, потому что мы с мамой заказали путевку в отличный лагерь. Мне кажется, я там очень хорошо проведу время. Я, скорее всего, поеду в деревню к бабушке, прабабушке и двоюродной бабушке. Пойдем сначала на пруд, в пруду покупаться, кататься на лодке, в ванне, в лаще ходить, за курицами гоняться. Поливать картошку. На огороде будем. В июле я поеду в Сочи, мы там будем отдыхать. А в августе я буду с друзьями гулять. Буду помогать дома по хозяйству маме и папе. Этим летом я еще поеду на море. В Сочи или в Крым. Ну, я буду гулять с друзьями и читать список, которые нам задали на лето, прочитать книжку. Томас Суэра. Также я буду читать Жюль Верна. Надо учиться летом тоже. Это не повод, чтобы забрасывать полностью школу. Чтобы не забыть весь материал. Чтобы не забыть, как писать буквы и цифры. Чтобы не забыть, как читать. Конечно, буду веселиться этим летом. Чтобы перед Новым учебным годом я была отдохнувшей и бодрой. Сегодня мы говорили о новостях образования, интересных людях и творчестве. А также дали ответы на различные вопросы. И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Балиет и программа «Открытый урок». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова